Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление StarStable Online. И это последнее видео на зимнем юрике с такой красотой на небе, и холодным воздухом, и летающим в небе, и в воздухе снегом. Потому что уже завтра у нас выйдет обновление, в котором зима от нас уйдет, и только в следующем году вы сможете вновь насладиться всей этой сказкой, всей этой зимней сказкой. Поэтому сегодня у меня последняя возможность, я дотянула до самого конца, и мы идем покупать арабиков, потому что до этого момента я их так и не купила. Да, стыдоба какая, но так получилось. Именно поэтому я сегодня села на своего араба с дня открытых дверей, потому что он тоже такой весь, ай, магический, такой, ну не магический, но особенный. Ой, единственное, я надеюсь, вам не дискомфорт, не достает дискомфорта данный, скажем так, градус моей камеры. Потому что, я не знаю, может быть я что-то не понимаю, но как же трудно в ССО настроить камеру, чтобы, ну почему вот нет настройки? Есть чувствительность поворота камеры, есть как бы вдаль отсадника и зум, но почему нельзя, к примеру, в принципе, камеру вот чуть-чуть пониже опустить? Вот, чтобы я сверху так вот могла взять камеру и чуть-чуть ее пониже опустить, чтобы, к примеру, я приблизилась вообще по максимуму. А хотя, что я объясняю? Что я объясняю, если я могу показать это в фоторедакторе? Вот, почему нельзя камеру настроить вот так вот, меня это прям, ух, как меня это выводит. Вот, ну ладно, все, хватит бузить на функции графики StarTableOnline, пора покупать. Ой, наших красавчиков! Покупать я буду обоев этих красавцев, снежного танцора и второго, если честно, я не помню, как зовут. Вот. Покупать, как вы поняли, я буду на английском языке. Вот таких симпатяшек. Очень милые, на самом деле. Мне очень нравится, вот, это единственный араб, или даже нет, это единственная, наверное, лошадь, которой мне нравится. Темное гриво, светлое тело. А здесь же ситуация обратная. Здесь темное тело, светлое гриво, хвост. Но, кстати, это тоже меня не раздражает, потому что обычный такой разнотон я не люблю. Я люблю, чтобы гриво сочеталось с мастью тела лошади. Вы что? И когда я видела раньше старых началок, у которых была желтая грива, меня прям, мне, меня трясло. Мне было плохо. Я не понимала, кто так делает. Вот. Но сейчас, благо, все нормально. Так, с кого бы начать? Давайте начнем с... Я не помню. Теневой. Шилд. Я не помню, как его затворить. В общем, с Шадов Шилда. Мне, кстати, больше нравится, как на английском звучит. И так. Купить лошадь. И быстренько сейчас подумаю, как его назвать. В общем, я решила, что этих двух коней я буду называть такими именами, чтобы я сразу поняла, о каком коне идет речь. Потому что на днях мы с Каролиной такую викторину для нее устроили, что я читала имена или породы ее лошадей. И по именам, вот когда очень много лошадей, вот кроме тех десяти, которые были в самом начале у вас игры, купленные, накопленные, остальных вы почти что не помните. И очень действительно сложно различать, о какой лошади идет речь. Поэтому я назову вот этого темненького Arctic Breed. Breed, насколько я помню, это грива. Поэтому он будет арктическая грива. Она у него беленькая. Поэтому покупаем. О боже, неужели я соберу всю коллекцию... Хотела сказать, фризов арабов. Теперь воистину все, потому что у меня арабы все с фермы Goldspur будут. Араб с приложения. Араб с неоткрытых дверей. Ай, и два логических араба. Я не знаю, больше арабов уже не должны никаких добавлять. Я надеюсь, по крайней мере. Так, ну и так, где где... А вот Арктик. А вот что будет на конце, надо подумать. Я знаю, это прозвучит странно, но похоже, этого я на коня... Этого коня... Я просто назову Арктику. Действительно, я в именах просто нашла букву О. Но при этом, а тут есть буква Е. Потому что Эй... А, Эй только тут. Это классно! А можно вы просто окончание так еще добавите, несколько штучек, и можно было бы там вот что-то еще сделать классненькое? Е отдельная буква есть? Нету! То есть Арктико! Арктико! Ты Арктико! Боже мой, это так мило! Классно! Как я так нажила? Не знаю. Вообще... Я хотела назвать его Арктик Рог, может быть, Арктик Айс. Вообще, я вот планировала назвать его Арктик Айс. Или как-то еще, или Арктик Рейсер. Но когда я увидела вот эту букву О, а учитывая, что у нас у лошадей имена слитные, то это будет Арктика. Покупаем Арктик! Это, по-моему, третья моя лошадь в конюшню, которая будет а-ля имя из одного слова. Боже мой, это же прекрасно! И, кстати, да, знаете, я раньше возмущалась еще, что... Надо избавляться от этого что с паузой. Я раньше возмущалась на тему отсутствия возможности самостоятельно придумать имя лошадя. Напечатать самому желаемое каждому игроку имя его любимой лошадки. Но, учитывая то... Извините, конечно, не в обиду, но... Учитывая то, какой у нас, в кавычках, культурный народ играет в Star Stable Online, Хорошо, что такой возможности нет, честно. И хорошо, что нет возможности самим набирать имена игроков. Потому что если подумать, что там можно было бы написать, это просто страх. Я бы плакала. Я бы плакала. Я вообще не понимаю, как... Я не понимаю этих людей, которым нравится... Обижать, скажем так, других игроков. Обманывать... Скажем так, игроков младшего поколения, которые не понимают, что... Если ты дашь незнакомой девочке, которая говорит, давай поменяемся аккаунтами, я тебе свой, а ты мне свой, То чаще всего... Ну... Нет, я даже не могу сказать чаще всего. То в принципе, ты лишишься своего аккаунта. Я извиняюсь за писклявый тон, но это правда. Сколько раз... Я помогала возвращать аккаунты. Сколько раз мне... У меня в клубе была такая ситуация. Один раз у меня в клубе была такая ситуация, что у нас тут девочки... Я эту историю уже кучу раз рассказывала, но тем не менее. И это так обидно. А несколько раз мне писали такую фигню на мои другие аккаунты. Ну, точнее, я бегаю с вами маленькими аккаунтами, которые только-только создаются. Да, малыш, сейчас мы тобой займемся. И мне пишут... Ой, давай я тебе отдам свой аккаунт. И я по приколу пишу... Давай. Нет, я вначале промолчала, а потом я догнала этого персонажа и сказала... Давай. Она такая, что? Я говорю, ну дай мне мой аккаунт, хорошо. То есть я уже была готова провернуть, допустим, с ней какую-то авантюру, чтобы, к примеру, зная, что это наверняка не ее аккаунт, запросить на почту восстановления пароля. Потому что чаще всего, если у таких игроков есть доступ к аккаунту, у них нету доступа к почте. И они не могут сами поменять пароль. И если, к примеру, отнять аккаунт и сделать сброс пароля, доступа к почте нету. Зато хозяин может вернуть себе аккаунт. Если каким-то образом это смотрят люди, которые делают такие нехорошие вещи Star Stable, то, знаете, я вас прозираю, не люблю очень сильно. И желаю искренне, чтобы когда-нибудь вы бы осознали, какие плохие вещи вы делаете другим игрокам. Либо просто осознали, что это неправильно, и исправили бы все, что натворили. Хотя как, не знаю. Я не знаю, как можно исправить то, что на аккаунтах продают всех лошадей. Все СК тратят на стога сена по 10 штук. Повезет, если эти стога останутся. Но иногда их просто выкидывают. И у вас остается очень мало СК. Извините за такую отсылочку, но я зарешила высказаться. Так что теперь, ой, возвращаемся на веселую ноту к нашим любимым урабчикам. Какой ты красивый. Он похож на королевского пингвина. Очень похож. Ты какой хорошенький. Ты какой хорошенький. Когда-нибудь я буду наслаждаться тобой еще больше, когда обновят персонаж. Ох, поскорее бы. Я не знаю дат. Я не знаю месяц, квартал. Я не знаю, когда это будет. О боже. Но я уже хочу обновление персонажей. Очень сильно. Какие вы классные. Ой нет, надо вернуть настройки камеры. Как-то попытаться исправить то, что я сейчас натворила. Ну, допустим, вот так. Я просто пыталась максимум приблизить камеру, чтобы было видно лошадь целиком. К примеру, на мобильных устройствах. Я думаю, сейчас вот в данный момент, под каким приближением вы видите, там мало что видно. Ну, нет, все-таки неудобно. Ой, какие вы хорошие. Мне нравится... Ух ты, я только что заметила, что у него в магическом виде, но только одна нога окрашенная. И у того тоже. А еще у них золотые копытца. Это мне напоминает старый советский мультик Серебряная копытца, который я так обожаю. Он прям магический-магический, этот мультик. И вот теперь эти кони напоминают мне Серебряная копытца. Ну, у них, правда, золотые копытца, но тем не менее. А еще странно, что расписная такая красивая маска только у одного араба. И мне кажется, было бы разумнее сделать маски такие расписные у обоих красавцев. Ну, какие же вы классненькие, боже ты мой. Все. Официальное заявление. Коллекция арабов собрана по полной программе. Ой, это, 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 я сейчас сама себе не верю, потому что я собрала действительно всю коллекцию арабов. Я никогда не думала, что я их, значит, так захочу, нет, не так, что я когда-нибудь так их полюблю и захочу скупить всех. Абсолютно всех. Вот, абсолютно. Так, как бы вас, красавчики, сфотографировать-то? Боже, здесь ты мой. Я думаю, вот так вот. И на обложечку вас помещу. Так что вот такие вот оп, 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 опочки. Вот такие красавцы. Мне они очень сильно нравятся. Сейчас мы еще раз, правда, посмотрим на их масти без магического эффекта. Так, давай тебя. Вот, мне нравилось больше, когда ты, сидя в конюшне, нажимаешь аж. Ага, то есть, когда я не сижу на лошади, это делать нельзя, разве? Аж же надо было нажимать. Или что? Аж же было, да? Ну да. Странно. Аж, да? Так. Что, когда заходишь в конюшню и нажимаешь аж, все твои магические лошади приобретали естественную масть. Мне это очень сильно нравилось. Это было очень удобно, очень классно. Можно было походить и посмотреть на всех магиков в обычном виде. Я обожала это. А сейчас так нельзя. Сейчас, чтобы переделать масть, нужно садиться на каждого. Именно садиться. Прожимать, слезать. И так вот на всех. Представляете, всех магических шайеров так сделать? Устанешь же. Ой, ну вы шикарные. Эти дикую пусечки. Такие гляденькие. Они мне очень сильно нравятся. Вот этот прям больше всего серый с вороной гривой. И прям вообще люблю таких вот. Таких вот именно я лошадок люблю. У меня, по-моему, в конюшне очень резко стало преобладание светло-серых и вороных мастей. Но давайте все-таки сделаем то, что я хочу. Это поставим, попытаемся поставить, я не знаю, как еще это сделать, всех арабов. Ну стоп, я же все правильно сделаю или нет? Поставим в английском быть. А, вот, да, быть, извините. Порода. Так, быстренько так тынь-нинь-нинь. Тебя сюда, тебя сюда, тебя сюда. А, вот, вот, тебя сюда. А, вот, два с двоих сюда. Где еще один? Вот. Ой, так, сейчас надо по постойлам их разместить. И ужаснуться от количества арабов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять арабов, бабочки. Десять! А, и это же все! Мама миа! Когда я успела? О, да, просто конюшня арабов! Когда-нибудь у меня вся конюшня на одном аккаунте будет чисто из англичан. Но, боже, я никогда не думала, что когда у тебя вся конюшня вот так вот в одной породе, это действительно круто! Это волшебное чувство! Это превосходно! Ты чувствуешь себя с заводчиком? Просто породы! Это, это не... Мммм, это классно! Так, я очень сильно хочу сделать вот так вот и посмотреть, как с... Во, да! Как они классно сочетаются! Это, это вот как будто бы это две одинаковые лошади. Ну, будто бы одной масти, но на самом деле нет! Я понимаю, что у них очень маленькая цветовая, скажем так, палитра, в принципе, арабов, но они тем и классны, что вот у вас стоят, допустим, вот четыре светлых, но они разные, они очень похожи, но из серии две одинаковые лошади редко можно встретить. И вот у вас и будет, что одна светло-серая, другая светло-серая в гречку, второй, третий в яблоко, и четвертый светло-серый тоже в яблоко, но с вороной гривой целиком. Ааа, какие вы классные! Я в восторге! Я очень сильно счастлива! А еще счастлива, что я все-таки успела это все сделать, да, навести тут красоту такую у себя в конюшне. Да, приобрести все-таки, у меня получается... Кстати, из всех арабов у меня только вот этот прокачан до пятнадцатого, потому что я на нем участвовала в скачках. Ну, все, я, наверное, буду заканчивать это видео, потому что оно уже очень долгое, но, да, было очень много лишних разговоров, но тем не менее, я надеюсь, оно было вам полезным и интересным. И, о да, все десять арабов! Просто круглая дата, юбилей, десять арабиков! Это так... Ой, прям улыбаться уже больно! В общем, да, буду заканчивать. И вот, кстати, да, Арктико! Артико! Артико! Какое классное имя! И Арктик Буит! Так что теперь я наверняка никогда не перепутаю этих коней с кем-то... с какими-то другими лошадьми. А тем временем, спасибо, что посмотрели это видео, ставьте лайки, пишите комментарии по поводу этих арабов, по поводу их покупки. Также, если вы хотите написать свой комментарий на тему по поводу нехороших людей в ССО, я тоже готова ответить на них, почитать ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам! И до встречи в следующем видео! И хороших вам последних часиков с зимой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова